Торнадо Энерджи! Торнадо Энерджи! Торнадо Энерджи! И сейчас поподробнее обо всем этом расскажу, но сначала покажу двух появителей с прошлого ролика, которые высказали свое мнение, спасибо им огромное за их мнение, они за свое мнение получат по 1000 игрового золота на те аккаунты, которые они оказали в конце своего сообщения. Обычно это начисляется где-то в апреле месяце одним общим списком, так что обязательно, ребят, ставьте лайкосик этому ролику, делитесь этим роликом со своими друзьями, чтобы они тоже могли получить много-много-много всяких ништячков в игре Мир Танков. Все равно дома сидят большинство, почему бы не принять участие в этом марафончике, посвященному, между прочим, Дню Космонавтики. И там еще и награды будут соответствующие, сейчас, короче, все подробнее расскажу. Не забывайте лайкос ставить и писать комментарии, что вы думаете про этот марафончик, в конце комментария указывайте свой танковый ник. А я начинаю, на портале вышла новость, которая называется «Танки в далеком космосе, раскроем тайну третьей планеты вместе». Что же пишут нам по этому поводу сами разработчики? Друзья, 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос. Важная веха в истории. Мы не смогли оставить эту дату без внимания и подготовить для вас сюрприз – космическую Одиссею, в которую мы отправимся вместе с Алисой Селезневой. Мы верим, что нашим танкистам не страшны никакие испытания. Нам предстоит полет за необычными животными с далеких планет для московского зоопарка. А заодно мы узнаем, куда исчез звездолет «Синяя чайка», встречимся с космическими пиратами и раскроем тайну загадочной третьей планеты. И как вы догадались, весь марафончик, вот этот вот ивентик, будет посвящен совместной. Это будет совместный марафончик между компанией Wargaming и нашей студией «Союзмультфильм», которые, кстати, являются правообладателями мультфильма, нашего мультфильма из детства «Тайна третьей планеты». Все вы его отлично, я думаю, знаете и готовы пересказать прям по кадрам и кучу различных цитат оттуда написать. Кстати, пишите цитаты из этого мультфильма, ваши любимые, в конце указывайте свой танковый ник, я думаю, так будет даже интереснее. Важная информация. Игровое событие, посвященное «Тайне третьей планеты», одному из самых популярных советских фантастических мультфильмов, начнется 12 апреля в 9 часов утра, это воскресенье, ребят, и закончится в 27 апреля в 9 часов утра, это понедельник. Итого продлится 2 недели, ребят, это игровое событие. Алиса готова к новым приключениям, говорят разработчики, и спрашивают, а вы готовы? И что же они нам тут дальше рассказывают? Главное об игровом событии. За время совместного с киностудией «Союзмультфильм и игрового события» необходимо выполнить 7 боевых задач, за каждую из которых положены различные награды. Кредиты, предбоевые инструкции, снаряжение, боевой опыт и день танкового премиум-аккаунта. Количество призов зависит от выбранного уровня сложности, всего их будет 3. Легкий, средний, сложный. Здесь самое главное правильно оценить свои силы. Каждый день открывается новая задача, выполнив которую вы сможете получить бонус к боевому опту и опыту экипажа на следующий день. Выполняются задачи только последовательно. Начинать нужно с первой задачи. Приступить к задаче можно в любой день до 19 апреля. То есть, выполнять задачи нужно с 12 до 19 апреля. Поняли, да? Максимальное количество бонусов возможно получить только выполняя задачи в день их появления. То есть, если вы сегодня, например, не можете поиграть, а задача уже вышла, то вы ее на следующий день тоже сможете выполнить. Но максимальное количество бонусов вы сможете выполнить только в тот день, когда эта боевая задача появилась. Итак, ребят, здесь было упомянуто, что будет три пути прохождения. Легкий, средний и сложный. Дело в том, что вы самостоятельно выбираете эти пути. И вы должны сделать выбор прямо вот сейчас, когда вы смотрите это видео. Прежде чем делать выбор... Ну, как сделать выбор, я вам сейчас расскажу. В описании вы найдете три ссылки. На легкий способ, на средний способ и на сложные испытания. По этим ссылкам вы перейдете на официальный ресурс Wargaming, где вам нужно будет ввести соответствующий бонус-код. А этот бонус-код как раз-таки автоматически по этим ссылкам и вводится. И когда вы вводите, вы выбираете, по какому пути вы пойдете. Легкий, средний и сложный. Ну, конечно же, я для себя автоматически выбрал сложный, потому что я хочу максимум бонусов вывести. Что выберете вы, это вот вам сейчас нужно будет решить. Я вам расскажу, какие награды и какие ограничения есть в легком, среднем и сложном способе. Ну, в общем, мы примерно с вами разобрались, да, что, во-первых, выполнять задачи нужно примерно в тот день, когда они появились. Не откладывая на потом. И выполнять, ну, по максималке. Вот, и тогда вы максимум бонусов сможете вывести. Как пишут разработчики, главный приз это неделя бонусов. Выполнение задачи принесет не только награды, но и специальные бонусы. Боевой опыт, опыт экипажа, который активируется на следующий день. К примеру, выполнив задачу в понедельник, вы получаете активацию бонуса во вторник. И получаете на 50% больше к опыту за бой, к боевому опыту, и на 100% больше к опыту экипажа. Это вот на всю оставшуюся неделю после того, как вы выполните. Также вы можете получить бонусы за всю вторую неделю событий с 19 по 27 апрель. Для этого необходимо выполнить все семь задач. Размер бонусов зависит от выбранного уровня сложности и соответствует тем бонусам, которые вы получали в течение недели. Так что, ребят, помимо всего прочего, вы еще получите уникальные облики, но только выполнив все семь боевых задач. Вы получите облик профессора Селезнева, Алисы и капитана Зеленого. Причем, неважно, вы пройдете по легкому, среднему и сложному пути, вот этот вот облик вы получите в любом случае. Итак, ребят, какие же боевые задачи? Значит, первое ограничение по легкому, среднему и сложному пути отличаются они в том, что по легкому пути вы можете играть на технике от 4 до 10 уровня. То есть, большой разброс техники. По среднему пути уже от техники 6 по 10 уровень на любых танках. И уже по сложному пути только на танках 9 и 10 уровня. Так вот, за любое количество боев нужно заработать 3000 чистого опыта по легкому пути, это первая задача, 7500 опыта по среднему пути и, соответственно, 12000 опыта по сложному пути. Награды вы у себя видите на экранах, это ремкомплекты, маскировки и бонусы к соответствующей прокачке экипажа и танков. Вторая задача это 5 раз попасть в топ-7 своей команды по опыту, 5 раз попасть в топ-5 своей команды уже на среднем и на сложном в топ-3 5 раз точно так же надо попасть. Только здесь не написано подряд или не подряд, поэтому будем считать, что не подряд. За это вы получите 3, 9 и 15 тысяч боевого опыта, соответственно. Ну и плюс бусты к прокачке экипажа и техники. 50 раз пробить технику противника за любое количество боев на легком способе, 70 раз на среднем и 90 раз на сложном. То есть поиграть придется, это третья задача. Четвертая задача. 7 раз нанести 750 урона за один бой. Средняя задача 7 раз нанести 1500 урона за один бой. И 2500 урона за один бой надо 7 раз нанести на сложном выполнении. Вы получите личные резервы плюс 300 копыт у экипажа за бой на 2 часа 3 штуки. Это по-сложному. Соответственно по-простому гораздо все проще. Дальше по легкому пути 1 раз уничтожить 2 танка за бой. По среднему пути 3 раза уничтожить 2 танка за бой. И по сложному пути 5 раз уничтожить 2 танка за бой. Соответствующие награды везде 1 день премиум аккаунта. Но количество повышенного внимания, ну то есть грубо говоря заменители перка, лампочка, будет на сложной задаче больше, само собой. Шестая задача. 5 раз попасть в топ 7 по урону в своей команде. По легкому пути. По среднему 5 раз надо попасть в топ 5 по урону в своей команде. И соответственно по сложному пути 5 раз попасть в топ 3 по урону в своей команде. Награда от 75 до 250 тысяч серебра. Не очень жирно. И наконец седьмая награда. Нанести суммарно 7,5 тысяч урона техники противника за любое количество боев по легкому пути. 20 тысяч урона по среднему пути. И 33 тысячи урона техники противника по сложному пути. Награды. Облики экипажа везде совпадают. Ну и личные резервы плюс 300 к свободному опыту на 2 часа. Соответственно 3, 6 и 9 резервов в зависимости от сложности. Как вы видите задачи отличаются скоростью их выполнения, сколько вы можете потратить на это времени. Наличием у вас техники, а также наградами. Понятное дело, что сложный путь совсем не сложный. И большинство игроков с техникой 9-10 уровня за пару часов игры большинство из этих задач смогут выполнить. Кто-то за 3-4 часа. Ну просто где опыт надо напивать или урон настреливать. Все-таки это такие задачи требующие некоторого усердия. Но в любом случае марафон как вы видите не сложный. Награды тут никаких танков, ничего нет. Это все-таки посвящено Дню Космонавтики. Времени дается много. И какие-никакие активности в игре это всегда хорошо. Все что знал и рассказал. Надеюсь вам было интересно. Не забывайте ставить лайкос. Делиться этим видосом со своими друзьями. Подписываться на канал. Ну и наверное буду заканчивать. Спасибо что смотрели. До скорых встреч. До скорых встреч.